Журналисты Владимирской области побывали на племзаводе Илькина. Одно из крупнейших производств небогатого Меленковского района уже несколько лет держит планку. Изначально здесь занимались исключительно производством молока. Сегодня поле для деятельности намного шире. У нас хозяйство многотрослевое. Мы занимаемся основной это молоко. Дальше у нас есть небольшая отрасль птицеводства. В растеневодстве мы занимаемся картошкой и овощами. И у нас еще есть лесная отрасль. К слову, лесная отрасль стоит особняком. Племзавод успешно решает проблему жилья для своих специалистов. Эти дома построены из дерева, которое загадавливает предприятие. Совместная работа администрации и бизнеса в Меленковском районе отлажена отлично. Сейчас Илькина готовится к застройке полноценного микрорайона на 140 домов. Первую часть на 14-м подготовке мы в принципе на все прошло для того, чтобы подъездные пути создать, газ, электроэнергию провести. Воду заложили, освоили где-то 23 миллиона бюджетных средств. А вот сами дома строят и продают своим сотрудникам уже племзавод. Учитывая помощь федерального бюджета для жителей села, квартиры в таком доме обходятся чуть больше миллиона рублей. Руководство предприятия уверено, таким образом они не сработают себе в минус. Потому что эти условия позволят не только решить проблемы с кадрами, но и создать резерв. Тем более, что продукция племзавода востребована. На рынке молока на сегодняшний день востребованность есть. Тем более, вот эти ужесточающие требования к ветеринарным, это в принципе правильное, документам. Потому что молокозаводы, вы же сами прекрасно понимаете, очень много бодяжен. Сейчас на территории племзавода 1560 коров. В сутки они дают около 39 тонн молока. Часть продукции поставляется на завод йогуртов «Эрман». Остальное продается в розницу. В планах племзавода увеличение поголовья скота и улучшение достигнутых позиций. Дмитрий Киричков, Стас Трегубов, Губерния 33.